Приветствую всех желающих подзаработать. Или просто посмотреть на то, что народу можно втюхать. Двигаясь в будущее и переходя на более цивилизованную и компактную технику, настал черед распрощаться с еще одним моим компьютером, который я использовал для просмотра кино в своей мастерской, пока всякую ерунду перепаивал. Впрочем, уверен, для кого-то компоненты, из которых он состоит, окажутся весьма привлекательными. Итак, это плата ASRock G31MS, умеющая четырехъядерные процессоры, но, увы, всего с двумя слотами под азу, а следовательно с сильным ограничением объема памяти. Процессор Core 2 Duo E4300 всего на 1,8 ГГц, уставший кулер Титан, 2 Гига Азу типа DDR2, SATA Hard на 80 ГБ и... в общем-то всё. Видеокарту в данный набор я не добавлю. От вас уже поступали предложения, да и самому интересно. Если у безведюшной пекарни конца нулевых шансы быть проданы больше косаря? Ну что ж, раз возможность есть, так и давайте выяснять. В теории, конечно, какой-нибудь потребитель может рассматривать плату как потенциальную базу для будущей сборки на Зионе. И учитывая, что на вторичке похожая сами по себе стоит овер 2К, не раздумывая, побежит мою сборочку забирать. Именно поэтому я и решил уравновесить цену слабеньким блоком питания, всего на 250 Вт. Разумеется, снабдив его самодельным переходником типа плюс 4 пин. Ммм, по собственному рецепту. Эффективная штука, очень советую. Итого я сэкономил около 500 рублей. Как по мне, немало. Раз уж нет доп. вентиляторов, видеокарты, на молексах ничего не висит, уверен, что блок питания выдержит. Накатанной же системой стала Windows 7. Кто бы сомневался. Даже 64-битная. На всякий пожарный. Мало ли, какие приложения будущий владелец тут захочет позапускать. И дабы сходу пробудить хоть какой-нибудь интерес покупателя к этой машинке, уже будут накатаны браузеры, офис и пара игр. Разумеется, имея такой комплект, позиционировать его не для как интернета весьма тяжко. Так что сразу отмечу, что работа интернета тут удовлетворяет. И если с интернетом у данной сборки все неплохо, даже YouTube без видеокарты в 720p вытягивает, то вот с играми дела становятся весьма вялыми. Вряд ли, конечно, покупателя, приобретающего себе подобное, будут волновать игры. Но я привык быть готовым ко всему. Итак, условная видеокарта у нас тут... Эх, блин... Старая знакомая GMA 3100. Отношения у нас с ней крайне интересные, но далеко не позитивные. Ведь подъебать она может в любой самый неподходящий момент. Что ж, посмотрим, чем она удивит нас сегодня. Предвосхищая тот кислотный ад, который она может устроить сурсовому движку на глазах у покупателя, я даже не стал ставить сюда вторую халву и КС-ку. Зато накинул 1.6. Как по мне, достойная альтернатива. Вот, правда, она сразу начала ругаться на OpenGL, так что пришлось пользоваться софтвером. И даже с ними игра умудряется проседать ниже 20 кадров. Я, конечно, всякое ждал, но не такое. Ну и раз это что-то типа бомж ПК на продажу, без Сан-Андрески уйти он просто не сможет. Эх, знали бы вы, как часто люди интересуются Сан-Андреской по телефону. Ладно, так или иначе, я пытался выбить максимальные играбельные кадры, так что не поднимал настройки выше лоу. И даже при них кадры еле-еле вертелись в районе тридцатки. Блин, неужели в описании у двухъядерного системника придется GTA 3 указывать? Ну, вообще, карбон еще на слабых машинах не подводил. Может быть, и тут он будет в играбельном состоянии? Пожалел о сказанном, признаю. Что ж, остается еще Сталкер с настройками на самом-самом дне Марианской впадины. Но, играя в него, в голове был лишь один вопрос. Чо за нах? Даже низкий фпс не так напрягал, как кусты ЛСД, возникающие из ниоткуда. Телепортирующаяся трава и листья, повисающие прямо перед камерой. Конечно, сказав, что все это должно играться не так, я новых земель не открою. Но почему? Как? Эти вопросы меня не отпускают. А знаете, что в этой ситуации самое ужасающее? Эту пекарню забрали на следующий день после выставления объявы за 2000 рублей. Торговаться не пытались. Но и в игры заходить не стали. Если вдруг та девушка с парнем меня сейчас смотрят, поставьте туда видеокарту, не повторяйте моих ошибок. Это же касается и вас, начинающие и прошаренные бизнесмены. Что же до профита? Конечно, он вновь получен. И одной вышедшей в тираж машиной, к счастью, стало меньше. Зарабатывайте, друзья. И до следующего раза. Продолжение следует...